Всем привет! Меня зовут Виталий Тердело, я HP-девелутор компании ORA. И сегодня предлагаю обсудить тему перформанса веб-приложений, в частности, перформанса в разрезе Symfony 2 Application. Предлагаю начать с того, что определить, что же такое перформанс. На самом деле, производительность сайта зависит от очень многих вещей, но основные критерии, которыми мы это меряем, это время ответа сервера и время рендеринга страницы. Очень часто бывает, что сервер отдает ответ очень шустро, в течение буквально 100-200 миллисекунд, но за счет того, что мы любим украсить свой сайт, мы навешиваем кучу джаваскрипта, который парсит дом, перелопачивает там все, и в итоге клиент получает красивую отрендерную страницу, с большим количеством изображений, там через полторы-две секунды. Собственно, сумма вот этого времени и является как бы перформансом. На перформанс, естественно, влияет много факторов, это и железо, и environment, который установлен, афиширование, в принципе, факторов очень много. Преждевременная оптимизация. Собственно, как говорил Кнут, что преждевременная оптимизация – это корень всех зол. Ну, как бы с Кнутом спорить сложно, но фраза все-таки… Чрезмерная, скорее. Чрезмерная. Ну, тут преждевременная на самом-то деле. Ну, на самом деле, оптимизация, которая, скажем так, запоздалая, она не намного лучше, чем та же преждевременная. Поэтому нужно определиться для себя, когда стоит оптимизировать и в какой момент это будет актуально. Как минимум для этого менеджмент должен задать какие-то рамки. Вопрос о том, что вот страница должна там грузиться не больше секунды, грубо говоря, да, и если у нас есть там сотня конкурентных пользователей, тысячи конкурентных пользователей, там должны быть рамки, в которые мы должны вкладываться. Поэтому, когда у нас есть уже цифры, мы можем приступать к измерениям, измерению перформанса. Если мы можем это померить, то, соответственно, мы можем это как-то улучшить. Для измерения перформанса мы можем измерять как сервер-сайт, так и клиент-сайт. Для измерения сервер-сайт перформанса подход довольно-таки стандартный. Всем известный Apache Bench, Siege, который, по сути, покажет нам время, за которое рендерится страничка. Ну, не рендерится, за которое мы получим ответ от C от сервера. Вот, в какой-то, соответственно, в этих же утилитах мы можем задать количество конкурентных пользователей, количество запросов от каждого из пользователей, ну, как-то уже проанализировать. В какой-то момент мы столкнемся с тем, что ожидаемые результаты, тот, который фактически есть, он будет отличаться. То есть мы просядем. Здесь вступает в роль профайлер. Собственно, для PHP есть отличный профайлер XHProof, вот, а также от SenseoLab есть Blackfire. Вот, собственно, профайлер что нам подскажет? Он подскажет, какие функции у нас или методы там в классе самые тяжелые, сколько они занимают времени, как часто они вызываются. То есть, по сути, все bottlenecks мы их увидим в профайлере. Также мне помешает включить show query log в MySQL для того, чтобы видеть запросы, которые отрабатывают дольше, чем мы предполагаем. К чему картинка? А, картинка. Картинка к тому, что Сьедж — это облога, правильно? И, собственно, когда вы запускаете Сьедж у себя на компьютере, то, соответственно, у вас будет такое там забавное сообщение, ваш сайт находится под облогой, и там 10 бойцов, грубо говоря, если у вас конкретных пользователей, 10-10 бойцов готовы осаждать ваш сайт. Измерение перформанса со стороны клиента. Это вот как раз вот те JS, вот те большие картинки и все остальное, о чем мы говорили, из-за которых сайт может просесть по перформансу. Для этого есть клиент бетчмарки. Вот, собственно, это Y-Slow и PageSpeed. Собственно, штуки очень удобные. Есть специальные плагины под Chrome, точно так же есть под Firebug add-ons дополнительные. Вот, они показывают, собственно, оценивают, дают оценку вашего сайта в своих каких-то критериях и дают какие-то конкретные советы по улучшению. То есть там или минимизировать JS, или там, например, оптимизировать изображение, там, перенести JS, например, вниз, CSS переместить вверх, там, смержить, например, все CSS файлы. Вот. Есть онлайн-сервисы, которые точно так же это делают, это GTmetrix и WebPageTest. Тоже очень удобные, формируют там PDF-ки, которые в случае чего можно периодически после улучшения, собственно, показывать менеджменту, вот, у нас есть какие-то улучшения. Ну, вернемся к непосредственно Symfony и перформансу со стороны Symfony. Как и все разработчики, в первую очередь, если что-то касается фреймворка и перформанса, все пытаются найти его в кукбуке. У Symfony, конечно, есть личная статья по поводу перформанса, но исчерпывающей его назвать, к сожалению, очень сложно. Что там предлагают? Включить байт-код кэш, использовать Composer Class Map Functionality, это Composer Dump Autoload Optimize, по сути, который сдампит все классы, которые у вас есть в один большой массив, и в дальнейшем нам не придется искать уже из файла Exist. По сути, включить автолоадер, кэширование автолоадера, и использовать Bootstrap Files, это имеется Bootstrap Files Cache в виду. Собственно, он по дефолту и так включен, единственный момент, когда вы можете выключить это во время дебага, ну, не знаю, может, этот цвет просто, чтобы не забыть его, вернуть обратно и не закоммитить в продакшн. Вот, собственно, такие, в принципе, довольно очевидные и не особо, скажем так, исчерпывающие ответы по поводу перформанса, поэтому следует обратиться как раз к профайлеру. И, собственно, видим вот следующую картину. Сам kernel request отрабатывает примерно 10 миллисекунд. В то же время порядка, там, 50, даже, наверное, чуть больше миллисекунд у нас отрабатывает метод EventDispatcherLazyLaw. Собственно, что в этом методе происходит? Он собирает все листенеры, а также все сервисы, которые необходимы, которые эти листенеры инжектят, и инициализируют, соответственно, их. Отсюда вывод. Чем больше, соответственно, у нас сервисов и листенеров, тем дольше эта процедура будет проходить. Поэтому нужно быть вот с вот этими вот листенами для ивентов kernel request, kernel controller, view и response очень осторожными. В Symfony, в принципе, запрещено, наверное, какую-либо логику там всовывать в конструкторы сервисов, потому что это, соответственно, очень сильно повлияет вот как раз на загрузку. Естественным выводом будет минимизировать глубину зависимости по сервисам. Также минимизировать зависимости листенеров от сервисов. Как вариант, мы можем использовать лейзи сервисы. Если кто не в курсе, это сервисы, которые маркированы как lazy true. Создается проксиа для этого сервиса, и все сервисы, которые необходимы этому сервису, будут инициализироваться только в момент вызова уже непосредственного. Таким образом мы можем уменьшить вот эти 50 миллисекунд. По поводу kernel-реквеста хотел бы немножко поподробнее, потому что, по сути, это один из самых дорогих листенеров, который вешается в Symfony. С ним надо быть очень осторожным, ни в коем случае не делать запросы в базу и минимизировать инъекцию других сервисов в эти листенеры. Также не стоит забывать в листенере проверять на мастер-реквест, чтобы избежать отработку листенера в саб-реквесте. В принципе, саб-реквестами надо тоже быть осторожнее. Понятно, что никуда мы от них не денемся, но практика вызывать в триге, например, в цикле рендер-контроллер, это плохая практика, потому что таким образом мы очень сильно просядем по производительности. Пользователь не должен ждать. Собственно, вся вот эта вот затея с оптимизацией в первую очередь нацелена на то, чтобы пользователь получил свой результат максимально быстро. Поэтому вот всю логику, всю, скажем так, тяжелую работу мы можем делегировать бэкграунду. Как это выглядит, видно на следующем слайде. К примеру, юзер, когда сабмитит форму, в этом случае там необходимо сделать рассылку, имейлов, какие-то notification администраторам, какую-то еще логику. В принципе, мы можем сделать следующее. Мы можем просто проапдейтить необходимое, то, что связано с этой формой, и отправить в очередь вот все вот эти задания, которые мы можем делать на бэкграунде. В принципе, вот RabbitMQ – отличное решение для этого всего. Таким образом мы получим, что юзеру вернется ответ гораздо быстрее. Вот в данном случае там не 2 секунды будет, а вот всего лишь 0,3 секунды. Несмотря на то, что слайд называется «Доктрин Best Practice», вот тут, наверное, больше «Доктрин Performance Impact». Я бы мог его еще перефразировать. Дело в том, что разработчики «Доктрины» поступили довольно-таки хитро. Все те вещи, которые в «Доктрине» не присутствуют, но работают довольно-таки медленно, они добавили в «Best Practice» и сказали, «Вот, ребята, оно есть, но его лучше не использовать». Ну, собственно, что здесь у нас есть? У нас стоит минимизировать количество отношений между сущностями. Не всегда нам необходимы bidirectional связи. Очень часто мы их делаем только для того, а вдруг нам понадобится потом с этой энтити получить эти энтити. Если сейчас в бизнес-требованиях этого нет, то стоит, наверное, все-таки это пропускать, потому что операция все-таки ресурсоемкая. Составные ключи. По поводу составных ключей в «Доктрине» четко написано, что вот да, мы их поддерживаем, но, к сожалению, составные ключи требуют очень много, скажем так, дополнительной работы «Доктрины» и нет гарантии того, что будет работать без ошибок. Поэтому, ну, собственно, ребята сами намекают, как бы постарайтесь их все-таки не использовать. Лайфсайкл ивенты – это пре-просисты, пост-просисты, пре-флаш, он-флаш. Собственно, это тоже очень дорогостоящие операции, надо с умом подходить к ним. И, ну, собственно, без надобности, если мы можем обойтись без этих ивентов, то можно, нужно обходиться без них. По поводу Entity Manager Clear. Собственно, это тоже рекомендация из «Доктрины». Есть распространенное мнение, да, там не использовать флаши в циклах. Вот, собственно, в данном случае, в случае с батчами, у нас Entity Manager в один прекрасный момент может настолько перегрузиться, ну, стать, грубо говоря, слишком насыщенным, что периодически надо все-таки выполнять флаш и чистить этот Entity Manager, иначе мы рискуем просто, что он не выполнится. Вот, соответственно, в батчах эта практика флашов используется, и точно так же всегда нужно после этого чистить Entity Manager. У «Доктрины» есть кэш, и, естественно, нужно не пользоваться. «Доктрина» умеет кэшировать как метадату, так и результат кэш и query кэш. Вот. Вы можете написать собственный драйвер. Кэш-драйвер. Вот, это будет ваш собственный сервис, и выглядит будет примерно вот так вот. Для этого необходимо просто отэкстендиться от кэш-провайдера «Доктриновского» и переопределить 6 protected методов. Ну, в общем, и все. И объявить его как сервис. Вот так вот кэширование будет выглядеть в действии. То есть вот в данном случае мы ищем там какие-то статьи, мы используем «useResultCache» на час и включаем «QueryCache». Для «ResultCache» и «QueryCache» он отлично подходит, «MamCache» и, собственно, его можно тоже включить в настройках. Вот здесь, собственно, можно включить для них «MamCache». «Ленивая загрузка». Штука, конечно, очень полезная, но есть определенные нюансы. Вот хотелось бы рассмотреть это все на конкретном примере. Вот, к примеру, у нас есть темплейт, в котором вот есть articles, у articles есть связанная сущность, там автор. И вот здесь вот в цикле выводятся по article определенные поля и также выводится автор, который связан с этой article. Как получить эти статьи? Казалось бы, очевидным будет вот такой вот запрос «FindAll». Но проблема в том, что если вы сделаете вот таким вот образом, то в профайлере вы увидите, что у вас будет не один там запрос, а вот такое же количество запросов, сколько статей вы получите. То есть на каждую статью будет потом еще по автору новый запрос. Поэтому хорошим подходом является создание вот, собственно, вот таких вот методов «FindAllWithActors» в репозитории, которые сразу же заджоинят автора и мы получим сразу же статьи с авторами. Таким образом, будет запросов там не 10-20, к примеру, а всего лишь один. Гидрация – это еще одна из киллер-фич ОРМ. В принципе, тоже очень полезная штука. Вот, но нужно использовать ее так же с умом, потому что она очень ресурсоемкая. Вот, если вам не обязательно получать результат в виде объектов, зачастую очень часто бывает, что array result – это достаточно. Вот, используйте array result по времени, это будет гораздо быстрее. Вот, как вариант, можно вот альтернативный синтаксист использовать getResult, queryDataRail. ReferenceProxys – тоже очень полезная вещь. К примеру, если нам надо засетить статью автора, мы знаем его ID, нам не обязательно в этом случае получать автора, делать запрос в базу и получать автора, чтобы его засетить. Мы можем, собственно, сделать entity manager getReference по автору и автор ID. Таким образом, засетим автора без преждевременной выборки его из базы. Также ReferenceProxy очень удобно использовать, если, например, у вас есть какой-то сервис, который метод у сервиса требует на уход определенные объекты, но, по сути, оперирует там в основном с его ID-шниками какими-то у этого объекта. Но вы хотите, например, чтобы добавлять хинт для вот этих переменных, которые получены для аргументов. Поэтому вы можете использовать вот точно так же ReferenceProxy. Создастопрокся, по сути, это будет инстанцов того объекта, он отлично пройдет в этот метод, но при этом это не будет тяжелый объект, это будет просто прокся с ID-шником. Ассеты. По поводу ассетов, ну, как бы, смерживайте JS, CSS в один файл, минифицируйте это все. На самом деле, по поводу ассетов, WiseSlow и PageSpeed дают кучу хороших рекомендаций, те же спрайты, те же там, эндкодить маленькие изображения, оптимизации на изображениях. Вот. Собственно, вот используйте те рекомендации. Ну и куда же без HTTP и акселераторов? Если вам действительно надо, чтобы, к примеру, у вас контентный сайт, или это e-commerce решение, и вам действительно надо вот быстрый сайт, то, собственно, вот варниш, это вот то решение, которое вот действительно вот нужно использовать. Ну, пожалуй, все. Это литература, которую можно почитать. И, собственно, вопросы, ответы. Щадящие в плане перформанса? На самом деле, с JS-библиотеками проблема в основном та, что они большие. Если мы у себя на сервере их держим, то запрос будет идти к нам на сервер. Правильно? Поэтому есть куча CDN-ов, тот же Google предоставляет. Это отличное решение. Во-первых, они у многих уже есть с этого CDN-а в вашем регионе, да, и закешированы браузером. Ну и, собственно, вот отличное решение. Используйте CDN-ы. А какие преимущества варниша перед Nginx-ом? Варниша перед Nginx-ом? Там же тоже есть куча плагинов разных модулей, да, там Round Robin тоже есть. Ну, честно говоря, я Nginx-ом, когда использовал, использовал в основном для кеширования статики, вот я не знаю, насколько он сейчас, вот есть вот эти вот возможности, но варниш можно использовать как полноценный HTTP-акселератор, правильно? Там мы можем кешировать куски контента постранично, да? Я не уверен, есть это в Nginx-ом? Ну, на самом деле, варниш-это мейнстрим, и я думаю, попробовать в любом случае стоит. А понравится он вам или нет, ну, ускорит сайт, это однозначно, ускорит намного. Нет, ну я конкретно интересую преимущества перед Nginx-ом в России. Есть ли это твои опыты? Какие, а если нет, может, это вам? Нет, пожалуй, не по поводу преимуществ. Может кто-то знает? Помогите. Ты знаешь, Женя? Да, да, да. Там есть ACI, да, вот эти вот теги. Ну да, да. В Nginx-е это есть? Ну, ваненый, по-любому, Нет, ну, возможно. Ну, на самом деле, вот по поводу варниша есть куча классных статей, которые, вот я просто уже не рассказывал много, потому что варниш это отдельная тема. Есть куча статей, как прикрутить к Symfony, есть куча статей, как это все настраивать и насколько, ну, как бы, и есть уже готовые, скажем, замеры по оптимизации, насколько это будет быстрее. Вот. Поэтому обратите внимание на него. Я понимаю, что сейчас, наверное, стандартно, это если у всех там стоит Nginx для кэширования статики, да, а потом за ним уже Apache стоит. Ну, попробуйте варниш. А больше не совсем пока. Да. Не совсем. Согласен, согласен. Еще вопросы? Следующие? Женя, кто у нас следующий?